Урок 13. Испытание пророков. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка Он охранял его. Осии 12.13. Проповедование – это лишь небольшая часть той работы, которая должна быть проделана для спасения душ. Дух Божий убеждает грешников принять истину и приводит их в объятия церкви. Служители в состоянии выполнить свою часть работы, но они никогда не смогут сделать то, что должна сделать церковь. Свидетельство для церкви, том 4, страница 69. Раздел 1. Преследование и жертва. Вопрос А. Что должны претерпеть истинные пророки и почему? В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Иакова 5.10. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господней и идете вслед в Алам». 3 Царство, 18 глава, 17-18 тексты. Исайя, которому было позволено Господом увидеть чудеса, был распилен пополам, потому что он верно обличал грехи иудейского народа. Пророки, которые приходили заботиться о винограднике Господа, на самом деле были избиваемы и убиты. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, люди, которых весь мир не был достоин. К ним жестоко относились и их изгоняли из мира. Библейский комментарий АСД, том 4, стр. 1137. Вопрос Б. Что подтверждает существование истинных пророков до конца времени? Как их необходимо проверять? Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли из терновника виноград, ли из репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнайте их. От Матфея 7 глава с 15 по 20 тексты. Кто говорит «я познал его, но заповеди его не соблюдает», тот лжец и нет в нем истины. 1 Иоанна 2.4. Вопрос В. Почему истинный пророк является благословением для церкви? Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человека. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. К Ефесянам 4 глава, 8 из 11 по 16 тексты. Союз верующих со Христом непременно приведет их к союзу друг с другом, который будет самым прочным союзом на земле. Только путем нашего личного союза со Христом, путем ежедневного и ежечасного общения с Ним, мы можем приносить плоды Святого Духа. Свидетельство для Церкви, том 5 страницы 47-48. Единство – это несомненный результат христианского совершенства. Освещенная жизнь, страница 85-я. Раздел 2. Совершение чудес. Вопрос А. Является ли совершение чудес проверкой истинности настоящего пророка? «Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно. От Яна 10.41. Через ангелов будет восстановлена постоянная связь между небом и землей. А сатана, окруженный злыми ангелами, выдающий себя за Бога, будет творить всевозможные чудеса, пытаясь, если возможно, прельстить и избранных. Народ Божий не должен искать для себя безопасности в совершении чудес, потому что сатана будет подделывать совершаемые чудеса. Народ Божий, испытанный и проверенный, должен черпать для себя силу в знамении, выраженном в книге Исход. Они должны непоколебимо стоять на живом слове «так написано». Это единственное основание, на котором они могут стоять в абсолютной безопасности. А те, кто нарушили свой завет с Богом, будут в тот день без Бога и без надежды. Свидетельство для Церкви, том 9, страница 16. Вопрос Б. Кто будет максимально использовать чудеса в последние дни? Исхвачен был зверь и с ними лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро Огненное, горящие серою. Откровение 19.20 И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Откровение 13.14 Сатана внимательно наблюдает за всеми событиями и людьми, и когда находит того, кто особенно сильно сопротивляется истине Божьей, он даже открывает ему события, грядущие в будущем, чтобы еще надежнее и основательней закрепиться в его сердце. Тот, кто, не колеблясь, вступил в борьбу с Творцом, который держит в своей руке все создания, способен злобно преследовать и обольщать. В настоящее время он держит смертных в своих сетях. Свидетельство для церкви там 2 страницы 171-172 Вопрос В. Почему сегодня мы должны делать так много проверок так называемой истины? И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. 2 Коринфянам 11.14 Так как спиритизм все больше подражает современному номинальному христианству, это придаёт ему еще большую силу обмана и обольщения. Сам Сатана переменился, даже, можно сказать, обратился согласно современному положению вещей. И он примет на себя вид Ангела Света. Посредством спиритизма будут совершаться чудеса, будут исцеляться больные, а также будут происходить многие непровержимые явления. Так как духи будут заявлять о своей вере в Библию и проявлять уважение к постановлениям церкви, на их работу будут смотреть как на откровение божественной силы. Великая борьба, страница 588 Мы живем в опасное время, и нам не пристало принимать без глубокого изучения то, что претендует на звание истины, равно как и отвергать все то, что приносит плоды Духа Божьего. Однако нам необходимо быть прилежными в учении, кроткими и смиренными сердцем. Есть люди, противостоящие всему, что не согласуется с их собственными представлениями. И поступая так, они подвергают свою вечную участь точно такой же опасности, как и народ израильский, когда он отверг Христа. Советы авторам и редакторам, страницы 35 и 36. Раздел 3. Пророчества исполнились. Вопрос А. Каким образом Бог говорит с людьми? И сказал, слушайте слова Мои. И если бывает у вас Пророк Господень, то Я открываюсь Ему в видении, во сне говорю с ним. Число 12.6 На протяжении первых 2500 лет истории человечества не существовало письменного откровения. Те люди, которые были научены Богом, сообщали свои знания другим. Откровения передавались в устной форме от отца к сыну, из поколения в поколение. Записывать слово начали во времена Моисея. Затем богодохновенные откровения были объединены в одну вдохновенную книгу. Эта работа, начатая Моисеем, который записывал историю творения и закон Божий, совершалась на протяжении долгих 16 столетий, пока, наконец, не была завершена Иоанном, записывавшим величайшие истины Евангелия. Книги Библии, написанные в разные эпохи людьми, которые резко отличались друг от друга своим положением, занятиями, умственными и духовными дарованиями, весьма не схожи и по стилю, и по тематике. Разные люди, написавшие эти книги, по-разному выражают свои мысли. Мы часто находим, что одна и та же истина более ясно раскрыта одним писателем, нежели другим. Так как разные писатели представляют один и тот же вопрос, рассматривая его с разных точек зрения и в различные взаимосвязи, то поверхностному, легкомысленному и предубедительному читателю может показаться, что эта книга полна противоречий и разногласий, в то время как проницательный, вдумчивый и благочестивый исследователь увидит в ней безусловную гармонию. Истина, представленная разными личностями, раскрывается во всем своем многообразии. Кто-то из авторов Библии заостряет свое внимание на одних моментах, которые непосредственно связаны с его личным опытом и способностью давать оценку событиям. Кто-то обращает внимание на другой аспект, и каждый, руководимый Святым Духом, говорит о том, что произвело на него самое сильное и глубокое впечатление. А в результате мы видим разные аспекты истины в каждой книге, но во всех них совершенная гармония. И изложенные таким образом истины сливаются в одно целое, отвечая нуждам людей при всех обстоятельствах и опытах жизни. Великая борьба, страницы 5 и 6. Вопрос Б. Чего нам следует ожидать, когда пророк делает предсказание? Если какой пророк предсказывал мир, то только тогда он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Иеремии 28.9 Вопрос. Сегодня, когда мы видим, что протестантизм и католицизм объединяются, какое предсказание, сделанное более столетия назад, исполняется? Когда протестантизм протянет руку через пропасть, чтобы подать ее римской власти, Когда римская власть протянет свою руку через пропасть, чтобы соединиться со спиритизмом, И когда под влиянием этого тройственного союза наша страна отвергнет каждый принцип своей конституции в лице протестантского и республиканского правления, И примет участие в распространении папского заблуждения и обмана, Тогда наступит время для необычной работы сатаны, и конец будет уже очень близок. Свидетельство для церкви, том 5, страница 451 Раздел 4. Цель духа пророчества Вопрос А. Чего мы должны ожидать, приближаясь к концу времени? Как мы должны справляться с этими опасностями? «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие» 2 Тимуфею 3.1 «И убоятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, да у Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь» Исаии 59 глава, 19-20 тексты Мы живем в опасное время. Среди быстро меняющихся условий жизни, пронизанных еретическими и ложными учениями, будет испытана вера всех, и дом, построенный на скале, не сможет быть поколеблен. Однако, когда разразится гроза и буря, дом, построенный на песке, рухнет, и велико будет падение его. «Будем же внимательны к тому, как мы строим. Пусть никто не строит неблагоразумно. Слово Божье – наше единственное основание. Всевозможные заблуждения встретятся нам». Некоторые из этих ложных учений будут очень правдоподобны и заманчивы, но если они будут приняты, они уничтожат основы того фундамента, который Христос установил, и вместо них установят человеческие строения. Под управлением сатаны они готовят ложные основания для человеческого разума. Медицинское служение, страница 87. Вопрос Б. Как пророки помогают церкви? Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, «В таком-то и таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, «Берегись проходить всем местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберегал себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» И сказал один из слух его, «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, предсказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Четвертое царство, шестая глава, с восьмого по двенадцатый тексты. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Первое Коринфянам, четырнадцатая глава, двадцать второй текст. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова» к Ефесянам 4.12. «Бог дал мне яркий, серьезный опыт в связи со своей работой, и вы можете быть уверены, что сколько времени буду жить, не перестану говорить о том, что будет мне внушено Духом Божьим, независимо от того, понравится это людям или нет. Я не имею никакой собственной мудрости, я только орудие в руках Божьих для совершения его работы. Наставления, данные мной в устной или письменной форме, являются выражением посланного через меня Света Божьего. Все годы я пыталась преподать вам принципы, запечатленные Духом Божьим в моем сознании и записанные в сердце. И теперь, мои дорогие братья, я прошу вас, не становитесь между мной и народом, и не препятствуйте Свету, который он должен получить от Бога. Не лишайте свидетельства силы, смысла и мощи вашей критикой. Вы не имеете права приноравливать свидетельства к своему мнению и не считайте себя уполномоченными определять, что является Светом от Бога, а что только выражением человеческой мудрости. Если свидетельства не соответствуют Слову Божьему, тогда отвергните их. Между Христом и Велиаром нет ничего общего. Во имя Христа не смущайте сознание людей человеческой философией и неверием, и не лишайте влияния работу, которую Господь должен выполнить. И пусть ваш недостаток духовного зрения не превратит это средство Божье в камень преткновения, о который многие могут споткнуться и пасть. Свидетельства для Церкви, том 5, страница 691. Раздел 5. В начале. Вопрос А. Кто должен испытывать пророков? И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. 1 Кримфинам, 12 глава, 28 текст. Вопрос Б. Может ли один и тот же пророк одновременно быть и истинным, и ложным? Объясните. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Якова 3, 11. Некоторые, называющие себя христианами, принимают определенные части свидетельств, которые являются вестью Божьей, и в то же самое время отвергают те места, которые осуждают их любимые привычки и наклонности. Такие люди действуют против своего личного благополучия и благополучия Церкви. Очень важно, чтобы мы ходили во свете, пока есть свет. Те, которые говорят, что верят в реформу здоровья, а на самом же деле в своей ежедневной жизни показывают обратное, такие люди не только губят свою душу, но и оказывают губительное влияние как на верующих, так и на неверующих людей. Свидетельство для Церкви, том 9, страница 154. Вопрос В. Что мы должны делать, когда осознаем, что пророк послан Богом? И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». 2 Параллепоминон 20. «Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка Он охранял Его». Осии 12.13 «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Псалтирь 33.9 Бог дал достаточно доказательств, и поэтому все желающие знать Его волю имеют все возможности познакомиться с характером свидетельств, и признавая их как свет, посылаемый от Бога, обязаны принять Его обличение, даже если они не видят греховности в своих поступках. Если бы они вполне осознавали свое состояние, какая была бы тогда нужда в обличении? Но так как они не сознают Его, то Бог в своем сострадании говорит им об этом, чтобы они раскаялись и произвели реформу, пока еще не слишком поздно. Свидетельство для церкви, том 5, страница 682. «Моя работа на протяжении последних 30 лет несет на себе либо печать Бога, либо начертание врага. В этом деле не может быть чего-то среднего. Свидетельство либо плод Духа Божьего, либо плод дьявольских козней. Свидетельство для церкви, том 4, страница 230. Вопросы для повторения. Вопрос первый. Почему те, которые учат чистой истине, часто сталкиваются с преследованием? Вопрос второй. Почему чудеса не являются испытывающим вопросом в эти последние дни? Вопрос третий. Какие методы использует Бог для общения с пророками? Вопрос четвертый. Почему сегодня нам необходим Дух Пророчества? Вопрос пятый. Что мы должны делать, когда осознаем, что Пророк от Бога? Пусть Дух Божий даст нам смирение сердца и принятие всего того, что Бог открыл нам через Дух Пророчества. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...